Лучшие умы и практики психиатрии сегодня в Барнауле на Всероссийской конференции о проблемах и достижениях психиатрической службы. Чем не ирония, Алтайский край регулярно в топе регионов по числу душевнобольных, как и цифры депрессивности сибиряков. И общая первичная заболеваемость выше, чем в Российской Федерации, но это не значит, что население Сибирского федерального округа больше болеет психическими расстройствами. Это значит, что мы лучше работаем, мы больше выявляем и мы больше оказываем психиатрическую помощь. За последнее время число пациентов с психическими расстройствами, в частности с депрессивными, растет. Это связано, наверное, с нестабильной социально-экономической ситуацией и в стране в том числе, но и в Алтайском крае тоже. Впрочем, на такую тонкую структуру, как душевная организация, влияет и климат, и специфик работы. Чем дольше сидим в офисе, тем меньше солнца впитываем. По итогу 2022 года в Алтайском крае было зарегистрировано 90 тысяч обратившихся к специалистам. Диагноз 63 тысяч из них – депрессия, тревожность. Можно сказать, это пациенты с более легкой формой, чем еще полвека назад. В то время больше страдали люди умственной недостаточностью, выявлялись легче. Больные шизофрении на втором месте и различные органические расстройства. Люди с неврозами и легкими расстройствами стеснялись в те годы до меня обращаться, потому что это был сумасшедший дом. Вы этого не знаете, но когда я был пацаном 10-летним, я подходил к этому забору, и где находились психически больные около гор больницы, это было страшное зрелище. Ночами там доносился гул, разбивались окна, крики, потому что не было никаких препаратов, и людей удерживали вязками. С тех пор серьезно развилась фармакология, а науку начал двигать вперед главврач Барнаульской психиатрической больницы с 1948 года Юрий Эрдман. И разработки не останавливаются. Здесь развитие идет и научных исследований, они более критичные, может быть, более даже прогрессивные, чем в других регионах. Но, в общем-то, в науке не может быть совершенно один стандарт, должна быть какая-то оригинальность. Оригинальность здесь существует. Востребованная сфера популярна среди абитуриентов, а медицинский вуз регулярно актуализирует подходы к обучению. На кафедре за последние два года добавились две специальности ординатуры. Мы открыли специальность еще психиатрия, наркология и специальность психотерапия. И на кафедре психиатрии, медпсихологии и наркологии сейчас, с этого года, мы еще ввели новый модуль, новую дисциплину – военная психиатрия. В рамках конференции специалисты обсудят современные проблемы, персонализированную психиатрию, маркеры в диагностике шизофрении, пограничное расстройство личности, влияние психорасстройств на мужское и женское здоровье. Конференция продлится два дня. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком.